Всем привет! Недавно подписчик скинул свое тестовое задание на обзор и забегая наперед скажу, что задание было провалено. В этом видео мы постараемся понять, почему так произошло и шаг за шагом зарефакторим этот код, сохраняя базовую архитектуру автора. Я думаю, это будет полезно многим, чтобы не допускать подобные ошибки и получать предложения о работе чаще. В чем состоит задание? Имеется некий JSON с объектами по удаленному адресу. Его необходимо считать и далее каждые 10 секунд проверять на изменение поля ModifiedData. Если дата изменилась, то проверять каждую фигуру на изменение позиции и подвинуть ее физический объект в эту точку. Через 5 секунд после старта все фигуры движутся к своей начальной позиции. Также эти фигуры должны быть префабами и помечены полем Name. Давайте посмотрим, как это реализовано. Все начинается с класса Instantiate Heroes. Это такая точка входа. Он создает объекты на сцене, и все. Я не буду обращать внимание на форматирование и стиль написания кода. CamelCase, PascalCase и так далее. Это в каждой команде определяется по-своему. Но вот название для класса Instantiate Heroes явно плохое. Так мог бы называться метод, но не класс. Класс должен отвечать на вопрос кто что, а не что делать. Я например назову его AppStart, а вы можете написать в комментариях ваш вариант. Далее видим, что инстантиируются объекты из массива типа GameObject. Лучше так не делать, потому что можно легко совершить ошибку и перетянуть неправильный тип в инспекторе, или в случае бага сложно будет найти использование реального типа Hero. Этот класс был уже создан, поэтому я просто поменяю GameObject на Hero. Также я буду периодически делать форматирование по привычке, но повторю, что это не так важно. Идем дальше. Абстрактный класс Hero. Тут уже пошла жара, и комментариев будет много. Если даже в код не вдаваться и посмотреть, что подсказывает райдер или студия, то видны ошибки в написании слов и много неиспользуемых членов класса. Ошибки можно конечно списать на опечатки, но это тестовое задание и нужно действовать аккуратно, чтобы произвести положительное впечатление. Перед тем, как это все чистить, давайте посмотрим четверых наследников. Судя по заданию, они тут вообще не нужны, и можно обойтись только классом Hero. Здесь наверное одна из самых грубых ошибок всего проекта. Это огромный дубляж кода, то есть все эти 4 класса делают одно и то же, а отличаются только названием. Такое нельзя делать ни при каких обстоятельствах, ведь по сути отличие у героев на данный момент это имя, ID и тип. Все это спокойно может сидеть внутри класса Hero и настраиваться посредством SerializeField для каждого префаба. Собственно OP и было придумано для этого, чтобы можно было создавать различные вариации одного и того же типа на основании как минимум его полей. Удаляем все эти классы и перенесем код, например, из Джокера внутрь Hero, чтобы не потерять. Теперь абстрактный класс нам не нужен, поэтому я удалю все, что с этим связано. Сейчас все поля берутся из Scriptable Object, что в рамках задачи можно убрать и использоваться только обычными полями с атрибутом SerializeField. Сложность объектов совсем низкая, поэтому нет смысла усложнять иерархию. Прифабы спокойно реализуют для нас все различия. Теперь Awake нам вообще не нужен, можно удалить. До EtherDatePosition доберемся позже, она и так в фолст по умолчанию. Едем дальше. Автор написал комментарий, что этот кусок кода очень не нравится. Мне больше, конечно, не нравится способ получения класса ControlPositionHeroes. FindObjectWithStack не стоит использовать вообще, за исключением каких-то своих утилей для работы со сценой или еще какие-то специфических ситуаций. А эта ситуация явно не из таких. Можно легко получить объекты извне с помощью метода init. Тот же AppStart легко можно пробросить. А подписка будет оформляться на переменную Control. Еще лучше я изменю название на Network Data Provider, так как он будет отвечать за обновление данных. Для него лучше всего годился бы интерфейс iDataProvider, чтобы скрыть конкретную реализацию по сети или еще как-то. Но пока и так сойдет. Причина, по которой AppStart пробрасывает провайдера в соблюдении некой слоеной иерархии. Чем меньше точек взаимодействия у классов, тем лучше и проще его поддерживать. Так как никакой Zenject и ему подобной в тестовом использовать было нельзя, то вполне логично, что герою кто-то предоставит провайдера данных. Возвращаемся назад. И тут имеется неиспользующийся UpdatePositionEvent. Только вот это не ивент, а делегат. Об отличии событий и делегатов я снимал отдельное видео, ссылка будет в описании. Также я обращу внимание на интерфейс iMove. Его никто не использует, но проблема даже не в этом, а в том, что ему зачем-то передается Hero, хотя и сам Hero отнаследован от этого интерфейса. Получается очень странная связка, которую можно спокойно удалить и использовать свой трансформ. Пока тут закончили, еще вернемся. Перейдем пока в провайдер и посмотрим, как он работает. Делегат Update не используется, поэтому удаляем. А InformationForHeroesUpdateEvent заменяем на Event и переименуем в что-нибудь наподобие DataChanged. У рула, на котором мы стучимся, имеет смысл сделать константы, ровно как и два таймера в 5 и 10 секунд. Нет смысла в экономии переменных в этом случае и умножение 5 на 2 в целях получить 10, так как это могут поменять и придется все равно переделывать. Две константы будут намного наглядней, чем умножение, которое где-то там происходит. На данный момент я вижу пару серьезных ошибок. Первое – это запуск карутины в карутине. По сути, мы не дождуемся результата и попытаемся распарсить старую строку у WebRequest. Поэтому эта часть вообще работает неправильно. И второе – это хранение как полной строки ответа, так и ее преобразование в DataForHeroes. В этом также нет никакого смысла. Этот скрипт должен отвечать только за предоставление данных для героев, поэтому я буду хранить только строку ModifiedData. Если она изменится, я пошлю события о полном изменении, и каждый герой сам возьмет себе данные, если они у него поменялись. Ненужный код я просто удалю. И когда посылается ивент, его лучше всего проверять на null, так как может быть ситуация, когда никто не подписан, и мы получим исключение. Далее я разделил бы карутину на две. Одна для контроля времени ожидания, а другая непосредственно на запрос и его обработку. Так мы разделим зоны ответственности методов. Метод GetRequest уже возвращает iNumerator, поэтому результата можно спокойно подождать с помощью YieldReturn. В контролирующем методе сначала ждем начальную задержку, а затем в цикле каждые 10 секунд пытаемся обновиться. Конечно, тут не помешает обработка ошибок в случае неудачи, но для Junior это не так критично. В старте лишний запрос теперь не нужен. Я думаю, он был добавлен для того, чтобы пофиксить какой-то баг, связанный с тем, что карутина запускалась в карутине. Можно возвращаться в Heo. Первым делом я вынесу в другие файлы интерфейс iMove и NumType для чистоты. Также подписка на изменение данных должна быть в методе init, а не старте. Нельзя полагаться на то, что никто не поменяет evade webstart на старт, например, или что-то еще. Да и вообще, чем более прозрачный процесс выполнения кода, тем лучше. Unity методы удобные, но не дают прозрачности и контроля. Обязательно напишите в комментариях, если вы пользуетесь таким методом, как ScriptExecutionOrder. Рассмотрим, как сделано движение объектов. Обработчик события по готовности данных пытается найти свою позицию. И кстати, тут тоже самого себя передавать не нужно. Также нет смысла хранить полные данные всем героям. Достаточно оставить целевую позицию. Присажим код и попутно изменим ненужные паблик модификаторы на private. Чем ниже уровень доступа, тем лучше. Я считаю, что можно удалить булевый флаг из Update Position. Достаточно обновлять целевую позицию и все. Объект постоянно будет стремиться к ней. И еще я объединю метод UpdatePosition с GetPosition для лучшей читаемости. Я старался не переписывать полностью исходный код, чтобы начальная архитектура более-менее сохранилась. В идеале для каждого героя использовать 4H цикл нецелесообразно. И нужен по-хорошему отдельный класс для обновления всех героев. Давайте перейдем в Unity и посмотрим все ли работает как раньше. Так как JSON всегда одинаковый, то изменение позиции происходит всего один раз, как и было до этого. Для сравнения можно посмотреть компоненты и связи между ними до и после. Напишите в комментариях, какие ошибки запомнились вам больше всего и кажутся самыми распространенными. Если ролик был полезен для вас, то ставьте лайк и подписывайтесь на канал. А также группу моих партнеров-игроделов. В случае желания поддержать канал, в описании найдете все ссылки. А на сегодня у меня все. С вами был Максим. Пока.